всем привет от youtube канал популярные узлы где я вставляю узлы на все случаи жизни и сегодня покажу 5 самых популярных стопорных узлов но прежде чем показать вам если вы новенький на нашем канале подписывайтесь ставьте лайки если вам понравится этот ролик задавайте вопросы комментируйте на все вопросы постараюсь ответить так вот эти стопорные 5 стопорных узлов применяется в конце веревки или в конце лески или в конце плетенки так вот я начну самого простого и и в конце я покажу два моих самых любимых стопорных узла так что которые я точно всегда применяю особенно самый последний так что досмотрите ролик до конца первый стопорный узел так называется простой стопорный узел образуется он на конце веревки самым обыкновенным простым узлом он хорошо показан в ролике это арбор узел для привязывания лески или плетенки к оси барабана как тут катушки рыболовной катушки и там показан как раз стопорный узел одинарный я конечно никогда не использую я использую его совсем другой которая покажу в конце ролика второй который узел стопорный я вам хочу показать это восьмерка выполняется очень просто крутите крутите еще раз вот так и вставляете сюда вот очень просто я медленно показал вы можете еще раз протянуть чем он хорош по факту он хоть и смотрится восьмерка но если вы его затянете и с этой стороны прижмете то получается что как будто вот эта петля давайте я покажу вот эта петля обхвачена вот этим узлом и закреплена через концом веревки через эту петлю поэтому он работает в принципе хорошо как стопорный вот его им часто пользуются достаточно популярный узел поэтому я и показываю есть еще другие стопорные узлы но я их не показал я показал только самый популярный теперь я хочу показать тоже популярный узел это узел эшли как раз это в его книге этот узел описан на тоже хороший очень популярный узел еще популярно потому что как раз решили его и создавал делайте две петли вот так видите теперь смотрите дайте я посмотрю да вы можете в эту сторону или другую сделать я имею ду петли все равно главное что петля которая идет со стороны основной веревки вставляется в петлю которая образуется на конце веревки вот так раз получается совершенно замечательная штука получается петля в простом узле видите петля в простом узле я задержу даже чтобы показать теперь что эшли делает он берет и конец веревки вставляет вот в эту петлю именно оттуда от того места откуда пришла веревка не оборачивает не так вставляет а вот так вот и все получается вот такой симпатичный слева стянуть я не хочу затягивать чтобы показать вам следующие мои два самых любимых узла так вот один из моих любимых узлов это называется стивендор узел не знаю как по-русски он называется не нашел я его но я вам покажу очень хороший хороший узел вы делаете петлю вот так то и потом эту петлю оборачиваете раз два и вставляете сюда конец вот вот он вот он очень симпатичный очень простой в исполнении очень надежный стопорный узел если если вы если упирается другой узел сюда здесь получается две петли и конец конец веревки зажат в петлю в эту и он ни за что тут не пройдет вот так я вот такой замечательный узел один из моих любимых ну и давайте я вам покажу самый мой любимый узел вы наверное догадываетесь это двойной стопорный узел который выполняется очень легко и он никогда вас не подведет вот вы делаете одинатор одинарный стопорный и потом следующий раз двойной стопорный или это просто хирургический узел при завязывании он образует образует восьмерочку смотрите раз а по факту что такое восьмерочка это вот эти две петли они потом сходятся вместе образует очень красивый совершенно замечательный стопорный узел который вас никогда и нигде не подведет я им завязываю концы всех лесок когда привязываю к барабану и и он вот это самый мой любимый самый надежный стопорный узел с моей точки зрения существуют другие стопорные узлы более сложные но я здесь не хочу их показывать потому что они не популярны если понравился ролик ставьте лайки и увидимся на следующем ролике до свидания пока а